по поводу стрел стрел у меня есть разнообразные понадел я это счастье самое простое кучу взять карандашей и не маяться уберу чтоб не мешал мультикала карандаш скотчем с одной стороны со второй у вас получается направляющий ничего конец ничего заделать мало просто плоский вот это выпили на саконной планки трапеция в сечении но обрабатывается это методом двух плашек принципе куча видео тоже в интернете рассказывать не буду вкратце просто что прогоняется например берете плашку на 10 зажимаете в шуруповерт и прогоняете но за заведомо хоть немножко птица шуруповертом прогоняется через плашку десятку прошло да она получается грубая потом берете плашку восьмерку и еще раз прогоняете получаются вот такие почти идеальные ровная стрела единственно что они конечно слабенький если бомбануть куда-нибудь скорее всего разломает точнее разломает по любому просто я стреляю специальную мишень которая смягчает потому что ну как бы делать надо по маяц тоже сделаны скотча есть такой вариант по длине и давайте довольно ровно и не идеально конечно но чем длиннее стрела тем она тяжелее тем соответственно выше убойная сила вообще потом не знаю найду этом будет вставка с фотографии как это все выпиливалась как механизм внутри здесь вот выглядит вот скажу как бы не совсем игрушка он почти на грани допуска вообще разрешенного потом взял вот такую это сделано из старой антенны то есть алюминиевые усы такие вот стороны стоят их 4 штуки у кого-то 2 то есть вот это был крепеж он был загнут под 90 градусов я заплескал стандартное оперение просто трубка алюминиевая единственно что пару выстрелов она изгибается но можно подправить это что-то рукой как бы плюс но вот этот вариант уже он по весу раза в три-четыре тяжелее чем вот этот и соответственно уже опасная штука естественно никому не баловаться там стрелять только в мини тире каком-то обозначенном детей никого рядом должно но вот это реальная боевая стрела как боевая наконечник не боевой то есть это чисто для стрельбы по мишеням но такой наконечники скажу вам как бы летальный исход если что вот поэтому половство с ним я кстати этой стрелой ну реально боевой она просто стоит денег он в районе 10 долларов не брат его подогнал попользоваться ну точнее отдал подарил тип она все равно лежит вот не рискнул я ей стрелять жалко сломать дорогая вторых как бы уже серьезная штука то есть так вот чтобы где-то по мишеням дома уже не с такой не стрельнишь хотя она легче чем алюминиевая но она же длиннее прямее что как бы добавляет ей бойность вот обещал рассказать где я взял эти ролики многие там ищут на автомобильных рынках от лебедок от всяких казалось решение все намного проще тем кто досмотрел до конца открою тайну этот ролик от мебельного задвижного шкафа пластиковый ролик вот он идет под восьмерку палец это я все выдрал я еще вставлю фотку как это выглядит чтобы купить на обычном мебельном рынке стоило это буквально 30 тысяч в комплект две штуки 30 тысяч 30 тысяч это полтора доллара то есть я думаю что это взял выкинул лишнее используешь вот получится покажу как стреляя сейчас попробую снять силу натяжения если получится вот тут одному еще вкратце значит как это все взводится чит беру у меня конечно не доделал я уже я просто им наигрался на тот момент значит у меня делается так вот взвод урок я просто отпихиваю и он меня уже автоматически держится делается то так опирается ногами и тетиву в руки и пошел натягивать вот взведя на состоянии немножко поменял свою форму так держит урок отдавила натяжение там будь здоров то есть вот она готова например берем стрелу сюда заложил взял короткую под пластину и то упора чтобы перо стите вот она садится на тетиву блин направил на стекло мало ли чё видно он там вот стрела заходит упирается просто тупо в тетиву уперлась ну соответственно спуск так уберем в целях безопасности еще один важный момент кто не знает зарбалетов холостую стрелять нельзя почему разорвет трос ну может с первого раза не разорвет но третий раз это как бы я уже знаю мне как бы специалист объяснял 3 холостой выстрел сто процентов даже может 2 разорвет трос как бы он там конечно если он там вообще пятерка то нет но тройку разорвет однозначно из холостой стрелять нельзя получится покажу как стреляет сейчас его развожу обратно потому что холостой стрельба стрельба точно запрещена для него ну сейчас может сил натяжения померяю пауза пробую последний раз очень тяжело это все сдерживать болит я вот фиксирую 24 килограмма не знаю почему фикс не срабатывает 24 килограмма фиксировка не сработало несколько раздел уже заманала короче 22 24 килограмма из разрешенных по моему то ли 31 то ли 35 разрешено в беларуси то есть свыше 30 там предположим 32 это уже запрещено будет тут уже 24 килограмма так что не думайте что это так мало учитывая что стрела еще по весу намного обгоняет пулю если на роль информацию я вам покажу как рассчитывается бойная сила в джоулях занимался когда-то этим там пуля стрела так стрела как оказалось не последняя вещь в этом деле потому что у нее намного больший вес и устойчивость так что вот такая обзор к получится сниму как стреляю не буду обещать все хватит так значит завел буду бить в упор потому что все соседи по наезжала бы не хотелось бы засветиться значит дубль номер два и 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 издалека сидят очень хорошо есть можно конечно это он треснул треснул карандаш хорошо зашел жесткий надо ну а 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 О, насквозь, бабушка торчит, вот этот весь слой пробит насквозь, ну, ай, вот такой, еще, бабанем железный, сейчас и узнаем, как глубоко зайдет. Вот он сидит, значит, не замечает. Внушко, втулочкой зацепилось. так попытка снять от первого лица одной рукой прицел прицел